Приветствуем вас, дорогие друзья! Сегодня у нас чайный момент в South Cafe, и у меня в гостях Дима Иванов, преподаватель и переводчик китайского, английского и, возможно, других языков. Сегодня мы пьем чай, и сегодня мы узнаем больше о китайской чайной церемонии, о традициях, и, конечно же, будем пить чай. Всем привет, дорогие друзья! Желаем приятного и легкого просмотра. Надеемся, сегодня вы узнаете много интересной и новой для себя информации. Ну, прежде всего, хотелось бы начать с того вообще, что такое чайная церемония и как она вообще проводится в полном идеале. То есть в Китае, да? Такие вот там производятся ритуалы перед чайной церемией и так далее. Во-первых, гости все, когда они приходят на чайную церемонию, обувь свою оставляют, то есть оставляют ее на входе. Это символизирует то, что они свои переживания, какие-то сомнения и мысли оставляют позади. И суть церемонии самой по себе просто в расслаблении, в умиротворении и в приятном общении. Сама чайная церемония. И вообще хотелось бы для начала напомнить о чае вообще, откуда он пошел и каковы были первые упоминания про чай. Короче, что-то я запутался немножко. Так, это у нас, подожди, это какой? Мы будем пить сначала дундин высокого огня. Это тайваньский улун. Один из самых любимых моих чаев. Пришлось мне перебровывать часть дундинов и это один из любимых. Поэтому заваривай и да, продолжим. Про чай. Когда появился чай. Насколько я знаю, упоминания были о чае несколько тысяч лет до нашей эры. Находились какие-то, не знаю, что, что-то скрижали или что-то. Ну, рисунки. Ну, упоминания о чае были очень давно. Первые. Первые упоминания о чае относятся к такому ученому, как Лу Юй. И вот этот человек, он классифицировал чаи и распределил их по их свойствам и воздействуя их на организм. Это было примерно во втором веке до нашей эры. Так вот, в древние времена чай, как таковой, он использовался как лекарство. Вот как наши, например, травы, такие как кородуба, осины, полынь. Они используются как природный антибиотик, очень хорошо очищают. Потому что также и чаи все имеют какие-то полезные свои свойства. Первая заварка, кстати говоря, в чайной церемонии всегда сливается. Объясню почему. Для того, чтобы освободить чай от примесей всяких. Чтобы он больше раскрылся и дал своего аромата. Собственно говоря, как я пришел вообще к чайной церемонии и как она меня посетила. Когда я впервые полетел в Китай учиться, я полетел совершенствовать свой язык. Спустя 5 лет обучения в Киеве в Мегастическом университете я полетел в Китай. Китай поступил на курсы китайского языка и мне посчастливилось познакомиться с очень интересным китайским мастером. Ему было 88 лет и каждый день он пил чай. И он всегда говорил, что чай его бодрит, заряжает энергией. И он всегда был такой действенный сам по себе во всех, так сказать, аспектах жизни. Он уже, конечно, умер, но человек был вообще просто поразительный. Очень интересно было то, как он лепил картины из Пуэра. Это было просто шикарно. Первую заварку мы всегда сливаем. И вот как он меня лично учил, каждая фигурка поливается, чтобы отдать ей как бы дай. Например, вот первая фигурка, которая у нас находится на чайной церемонии, это мудрец. Мы его просим о том, чтобы он придал нам мудрости во всех наших жизненных начинаниях, так сказать. Следующий – это дракон. Дракон у нас из камня Александрит, который при обдавании кипятком меняет свой цвет. Можете обратить внимание. Следующая фигурка – это черепаха, символ долголетия. У нее каждое утро, как и у каждой фигурки, я мысленно прошу придать мне каких-то сил. У меня самозлачайная церемония относится как бы к одухотворенности как таковой. Следующая фигурка – это у нас мастер с обезьяной, который отвечает за жизненные путешествия. Мы его также поливаем. Также есть чайный мастер здесь или пьяный мастер, который отвечает за вообще веселье как таковое в жизни и счастье. Также есть из Александрита ребенок, который также при обдавании кипятком меняет свой цвет. Можно обратить внимание. Жаба, я думаю, многие знают, что жаба символизирует деньги в доме. Поэтому ее китайцы очень любят и практически на каждой чайной церемонии ее везде встретить можно. Ну, а змея у меня стоит посередине, потому что она символизирует мой год. В 89-й, когда я родился, и всегда придает, собственно говоря, сил. Итак, первую заварку мы сливаем. Как всегда это принято. Наливаю вторую. Сейчас. Расскажи про свой чайник, где ты его заполучил, какой ценой тебе достался и насколько он тебе дорого. Чайник я получил у вот этого китайского мастера, с которым я, собственно говоря, был знаком, который меня обучал где-то в течение полугода всем, скажем так, интересным чайным моментам, которые, кстати говоря, во многих чайных церемониях я не встречал. Я имею в виду такие, как одухотворенность чайной церемонии. То, что он мне говорил всегда, что это, по сути, живая структура. Всегда он поджигал свечку, как и у нас она стоит, и она олицетворяла один из первоэлементов, которые помогали человеку как бы наслаждаться медитативным расслаблением. Всегда при чайной церемонии играла музыка, гуцинь, которая также располагает к общению, к расслаблению и, скажем так, к позитивным эмоциям. Итак, царую цаварку мы сливаем и процеживаем через вот такое ситечко. И будем разливать ее под чашечки. Очень приятно то, что у нас и в Ялте это потихоньку развивается. И вообще, я смотрю, чайная церемония как таковая, как кальян, 7 лет назад, про которую они знали, охватил уже очень много и баров, и заведений, и всего-всего-всего. Вернемся в Китай. Да, конечно. Я хотел еще расспросить, мне интересно, я в Китай не был, очень хочу туда попасть, поэтому я уже начинаю так немного готовиться. Этот рынок, про который ты рассказываешь, который не обойти за трое суток. Да, он очень большой, если ты попадаешь на такой рынок, ты хочешь получить максимум информации, поднять свой скилл в чайном деле. Везде предлагают чай, везде есть хороший тигуанин, везде есть хороший пуэр, везде есть китайец, чайный мастер, который будет тебя поить лучшим чаем. Как быть вообще, есть ли какие-то рекомендованные места, идти нужно вглубь, что искать? Либо околок. Потому что, да, я видел даже вот эти рынки, которые образовываются в момент сборя тигуаниня, да, собрали чай, и просто у тебя 2000 китайцев, которые продают тигуанинь, и они заявляют, что он самый лучший. И вот, как быть, ты даже просто физически не перепробуешь его, и мне кажется, после пятого, пятой дегустации у тебя немного начинают уже рецепторы смешивать все воедино. Уже чайное пьянение, да? Происходит, как у нас? Да, какой совет, вот, как действительно, куда идти, может, есть какие-то, вот, мне, я уже понял, что не знаю китайский, в Китае ты будешь вообще, ну, лучше, лучше гид какой-то, тебе нужен какой-то гид, который может тебя проводить. Ну, не знаю китайский, какой искать магазин, какого искать китайца, чтобы купить хороший чай? Ну, вот, лично мое мнение, да, это, в первую очередь, полностью расслабиться и определенно мысленно это сделать. Ну, то есть, в каком плане? Даже гиды, они имеют, ну, что, определенные магазины, с которыми они работают, и они туда пойдут. И в чайных лавках, кстати, ну, происходит очень интересный момент. Стоит чайный мастер, вот, он тебе там наливает, лопочет что-то и говорит, ну, как тебе ты гонишь? Хороший, ты говоришь, да, там, хороший туда-сюда. И потом видно, как его помощник из другого, ну, получается, мешка тебе насыпает. То есть, не тот, который вы только что пили, а вообще из другого. То есть, вы продегустировали чай, и когда ты хочешь его купить, тебе потом вы насыпают другой чай? Да, то есть, стоит мешок с тем чаем, который вы дегустировали. Он очень плавный, технично переносится в другое место, которое ты не видишь, и насыпают из другого мешка. Ну, мы с друзьями не раз проверяли, даже у моего друга видео есть, вот, ну, это не везде, опять же. Плюс, что я имел в виду расслабиться мысленно, да, когда ты какой-то чай ищешь? Я считаю то, что к каждому человеку притягивается именно то, каким этот человек сам по себе является. То есть, и вот даже этого чайного дедушку я нашел спустя, ну, я время проводил следующим образом. Вот, мы, допустим, учились с понедельника по пятницу, суббата, воскресенье, это были дни, когда я мог просто поехать и расслабиться на, грубо говоря, чайном рынке. И мне доставляло огромное удовольствие, знаешь, общение на китайском, практика. Очень много я сортов чая перепробовал, ну, не знаю, ну, больше трехсот точно. Вот, но при этом, как бы, люди же действительно разные. Но вот, когда я к нему зашел, я как-то почувствовал, все, я вот как дома, знаешь. Это очень тяжело объяснить, но как-то мне кажется, что нужно интуиции продаваться, потому что она всегда нас ведет правильно. Так вот, когда ты впервые попадаешь в Китай, скажем, вот такой чайный рынок, ну, тут, я думаю, если честно, никто не даст такого-то однозначного совета, где лучше купить, где и как, потому что китайцы, как любые продавцы, а это вообще нация продавцов, да. Кстати говоря, продавец, это одна, продавец чая, одна из 72 самых популярных профессий в Китае. Вот, поэтому, как бы, их задача просто продать и все, и они всегда будут рассказывать, потому что у них самый лучший чай. Но что могу про Тигуанин сказать, да, вот интересный момент. Я думаю, все слышали самые популярные сорта чая. Это Пуэр, Тигуанин, Дахунпао, ну, на них, пожалуй, остановимся. Информации достаточно, в принципе, и про них можно сказать. Тигуанин, как правило, наши люди едут и говорят, а у вас есть с малинкой? Ну, вот, реально, вот прикол. Вот здесь с малинкой, там, или еще с чем-нибудь подобным. Ну, как бы, не бывает чая с такими-то примесями, но это вранье, это самое натуральное. Или вот молочную лунку, вот дайте нам с молоком. Китайцы добавляют туда такой фермент, когда ты вот просто его нюхаешь, и он прям этим молоком отдает. Знаешь, ну, химоза такая просто, вот химия прям невозможная. Это ароматизатор, который называется Найсянь. Я тоже изучал эту тему, оказывается, что молочным улуном становится чай, который заряжался и не продался. А, ну, вот. То есть его либо в Китае, либо на оптовых базах здесь, в России, в Украине, не продался чай, Тигуанин, грубо говоря, или какой-то там белочунь или еще что-то, ну, что-то, что имеет похожую скрутку. Его взбрызгивают Найсянем, этим молочным ароматизатором, и он становится молочным улуном, там, и идет в колику дальше. Есть действительно сорта молочного улуна, который готовится специально, чтобы стать молочным улуном. Его ароматизируют в процессе ферментации. Тогда он, ну, сырье хорошее, и получается неплохой молочный улун. Но это действительно, это обман рецепторов. Сам Тигуанин по себе – это вкуснейший такой ароматный, цветочный, и полноценный чай, который не требует никаких вмешательств. Ну и вообще все улуны хорошие, они имеют богатый спектр ароматов. Не знаю, как тебе вот дундин, который мы пьем. Очень хороший, прям вот бомба. В чайнике он у тебя, он как-то раскрылся по-новому, если честно. Я обратил внимание, что первые два-три пролива, он прям, появилась глубина такая, еще более глубокая в чайнике. В общем-то, у нас здесь нормальная коллекция чая такая, можно пить сутками. Но самое главное, что меня порадовало за последние дни в моей чайной, в моей чайной, так сказать, веточке моей жизни, это вот этот презент от тебя. Спасибо. Пожалуйста. Да, по вторникам мы проводим чайные церемонии в кафе, и, в общем-то, такой подарок попал мне в руки. Это блин пуэра, который мы сразу же, конечно же, попробовали, и он очень порадовал. Сколько лет этому пуэру? 40. Это на 40, это шен пуэра. Это самый, по ходу, ценный шен пуэр в моей коллекции. Опять же, очень скромный относительно, там, серьезных чайных коллекционеров. Это блин, ну, стандартный блин 357 грамм. Да, я не ошибаюсь. В общем, отличительная дымчатость, насыщенность вкуса. В общем-то, из всех пуэров, шенов, что я пил, вот таким, как у этого первый пролив, обычно это третий пролив, а тут сразу тебе полноценный такой вкус. И, в общем-то, честно говоря, когда у нас вторник был позавчера, мы решили снять чайный момент здесь, побеседовать. И, в общем-то, я уже два дня, честно говоря, думал об этом чае, поэтому мы его сейчас раскрошим и заварим. Знаешь, я тебе еще хотел сказать тоже один важный, опять же, лично для меня момент энергетический. Я его от всей души вед, хотел бы, чтобы он понравился, и я вообще горжусь тобой, то, что ты здесь имеешь, скажем так, такую штуку, как чайный момент. Я считаю, что чем больше людей будут вовлекаться именно в это, нежели в какие-то, скажем, пустое времяпрепровождение по типу распития алкоголя и так далее, тем здоровее нация будет. Поэтому тот вклад, который ты делаешь, я считаю, неоценим. Это великолепно. Спасибо тебе огромное. На самом деле, помимо цели заменить людям чай плохой, второй, второй, третий сортный пакетированный чай заменить на хороший, это есть такая цель, но у меня, конечно же, сама чайная церемония ассоциируется с интересной беседой, потому что чай для меня в первую очередь это чай, во вторую очередь это полезная беседа с единомышленниками или людьми, которые могут рассказать что-то полезное, интересное. Поэтому у меня сегодня хороший собеседник, мы крошим пуэр и продолжаем. Хотел у тебя спросить, ты сейчас переехал, насколько я знаю, в Пекин. Да, абсолютно верно, сейчас я в Пекине живу. Первый вопрос у меня достаточно такой приземленный, банальный. Сейчас в Ялте выпал снег, который держится уже четвертый день. Это очень необычно для Ялты. У меня почему-то возникла мысль спросить, что происходит зимой в Китае, в Пекине. Есть снег, есть зима или какой вообще там климат, как люди живут зимой. Знаешь, вот тут тоже с одним интересным моментом столкнулся. Я работаю сейчас в садике, преподаю английским детям маленьким, то есть от 3 до 6 лет. Мне очень нравится, работа очень позитивная, клевая. И вот это к снегу как раз относится напрямую, потому что некоторые дети, когда их спрашиваешь, ну на английском, к примеру, что такое снег, видели ли вы его? Некоторые вообще не знают, никогда не видели. То есть в Пекине погода меняется. Я живу там всего лишь полгода, как бы, ну пока что. Но снег, я видел максимум мития какой-то. То есть прямо вот такого, знаешь, глобального снега там вот так вот нет. Там же момент идет небольшой со смогом, как бы. И вот когда есть ветра, тогда смога нет. Нет ветра, есть смог. Бывает он вообще по 3-4 дня держится, но опять же не всегда. А в целом там огромный мегаполис, куча возможностей, много достопримечательностей. Мне очень нравится. Ну это очень важный момент на самом деле. Все, кто были в Китае, говорят о смоге, как о чем-то, что просто, ну вот, задевает душу. Ну человек, привыкший к свежему климату, к свежему воздуху, к такому климату, как у нас в Крыму, допустим, попадая туда, я думаю, через сколько ты держишься, неделю или 10 дней ты уже начинаешь скучать. Ты что, конечно. Объясни, то есть не всем понятно, что в Пекине, в многих городах Китая просто стоит дымка из-за промышленности. Как с этим борются и как с этим вообще живут? С этим много лет обещают бороться, вот, правительство. Сейчас они придумали вообще, ну вот это то, что я последний раз слышал, поставить какие-то огромные вентиляторы, которые будут якобы выдувать этот весь смог из города, то есть на соседние провинции. То есть и рядом между ними какая-то определенная даже ненависть, знаешь, происходит. Люди все жалуются, всем, конечно же, очень это неудобно, я имею в виду китайцам, да. Есть сейчас огромная такая волна экопереселенцев, то есть китайцы действительно уезжают оттуда, находят другие города, кто в Америку переезжает, кто куда вообще, ну, по мере возможностей, да. Также, как бы, приходится маски, распираторы носить. Но опять же, я не могу сказать то, что это прямо, знаешь, каждый день изо дня в день. Конечно, и свежего воздуха хватает, и все нормально, но в чем основная проблема, почему? Конечно же, это производство и машины. Плюс вот, как раз мы когда в последний раз виделись, помнишь, я тебе говорил о том, что некоторые семьи покупают несколько машин, потому что в центр города, например, там с понедельника, среду, пятницу пускают в центр, если номер машины оканчивается на четное число, а в другие дни, если нечетное. То есть потихоньку стараются убрать эту загазованность, но, честно говоря, оно каким-то, чтобы к глобальным результатам пока что, на мой взгляд, не привело. Поскольку эта проблема еще будет рассматриваться, и как-то с ней нужно будет бороться, ведь в Пикине снова Олимпиада планируется. Еще они придумали такую штуку, но опять же, это чисто, знаешь, китайский прикол какой-то. Хотя говорят, французские разработки. В общем, в чем момент? Они строят, якобы, такой вентилятор огромный, который втягивает в себя вот эти вот частички вредные, которые летают, и перерабатывает в их определенные драгоценные камни. То есть безотходное производство, грубо говоря. То есть оно это все собрало, сделало камни, камни продались, и оно само себя окупает и хотят много их выстроить. Но лично, как мне, эта идея видится немножко, ну, немножко странной. Это же какого размера должен быть этот фильтр гигантский вообще, и как это все должно выглядеть, и на чем он будет работать, поскольку там везде уголь. Поэтому ситуация до сих пор остается, ну, напряженной в этом плане. В общем, у меня возникает вопрос сразу. Понятно, что чай собирают в основном там в южных провинциях, это горы, но тем не менее, раз рядом, такое огромное количество производства, такой смуг не отражается ли это на чай, не доходит ли в провинции, где выращивают чай, вся вот эта дымка и не отражается там на чайной культуре. Нет ли такого, что раньше чай был более насыщенный, вкусный и полезный, а сейчас из-за проблем климата, так сказать, возникают и проблемы у тех, кто чай выращивает? Не слышал? Ну, ты знаешь, он даже не сказал бы так. Ну, то есть, потому что этого чая настолько много, что, как бы, относить все к тому, что, скажем, ну, где-то он испортился, да, из-за вот этих вот моментов, ну, я так не могу сказать. То есть, я скажу честно, этот вопрос мне действительно надо уточнить. Ну, то есть, чтобы смуг шел на какие-то провинции, такие как Юнань, они довольно далеко, в принципе, от производства находятся, и чтобы там из этого портился чай, скорее всего, нет. Поскольку сами горные районы предполагают собой какие-то экологически чистые, да, ведь места. Как барьеры вот всего, да, этого плохого? Да, 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 да. Понятно. Там вот вот такой момент. Насколько глобально вообще переселение русскоязычных людей в Китай? Нет ли такого, что есть какие-то клубы, районы русские, или ты встречаешь просто на улице русскоговорящих? Потому что в Европе, допустим, я часто вижу русскоговорящих людей, то есть это, если, грубо говоря, свести все к статистике, то каждый шестой говорит по-русски. Ну, да, 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 я согласен. А вот как в Китае? Ну, ты знаешь, у меня так получалось то, что я был сосредоточен в основном работой, тренировкой долл, да, то есть где у меня бывало, ну, то есть я, например, не употребляю алкоголь, да, скажем прямо, ну, я не хожу по клубам или там по барам, но есть бары, где вот чисто набиты русскими, к примеру, ну, это распространенное явление, или там и французами, или там американцами, ну, или ирландцами, там, знаешь, ну, в разных фабах разный народ, как бы. Есть улица Ябалу, которую все знают, это русская улица, на которой китайцы по-русски говорят, это огромная улица, недалеко от центра города, там торгуют всем, то есть от чая там до техники, вообще всем там, одежду можно кучу купить, многие оптовики туда едут покупать, и, ну, и так далее, то есть, поэтому есть, конечно же, сообщество русских, есть программа такая, Вичат, ну, вот, кто про нее слышал, пользуется, может подтвердить то, что она очень удобная, поскольку в Китае есть такая штука, как вот эти вот QR-коды, которые просто считываешь, и тебе, грубо говоря, кошелек не нужен, ты все деньги на Вичат закинул и ходишь, ну, там, даже, например, вот стоит китаец, который торгует этими леденцами, да, обычными самыми, и у него и то есть QR-код, и можно подойти у него снять, или кукурузой торгует, ты знаешь, за 3 ивана, короче, подошел QR-код снял, с телефона переслал, ну, очень прикольно, они так вот это вот все развили там, очень интересно, поэтому, ну, есть, конечно, эти общества, и, то есть, Вичат я хотел, да, сказать, то, что там есть группы, там, например, украинцы в Пекине, или там россияне в Пекине, ну, и так далее, есть эти группы, да, то есть люди объединяются для того, чтобы помогать друг другу, поскольку, знаешь, вот, ну, к примеру, если агентство какое-то, ну, скажем, нанимает человека, как сейчас все делается, ну, к примеру, как человек уезжает, работает туда, он обращается в агентство, агентство говорит, мы тебе предоставим замечательный контракт, вот, все якобы легально и так далее, да, то есть, и мы тебе будем платить столько-то, обеспечивать юридическую поддержку, питание, проживание и так далее, как оно на деле выходит? Может быть, они устроят тебя, и все нормально, но в основном момент кидалово происходит, потому что что происходит? Человек приезжает в другую страну, ему страшно, вот представляешь, он не говорит по-китайски, ну, то есть, и он садится в китайское такси, скажем, от аэропорта, и едет, да, ну, к примеру, вот в гостиницу, на которую его направляют, или на место работы, которое ему написали, если его даже никто не встречает, и он же вообще потерянный, это очень страшно, и, то есть, на мой взгляд, самое ужасное, то, что именно на человеческих страхах сейчас зарабатывают, но в противовес этому всем желающим, кто, ну, туда хочет поехать, по крайней мере, английским преподавателям, ну, мы эту нишу немножко заняли, мы помогаем, там, мы встречаем в аэропорту, поселяем в общежитии, но человек не тратит, скажем, 1500, 1800 долларов какому-то агентству, некоторые 200 долларов берут, ну, кто как, ну, за что они берут? Просто за то, что они тебе номерок скинут, ну, китайского агента, и все, то есть, должно быть нормальное человеческое отношение, человек должен зарабатывать не на страхе, это мое личное мнение, а любая сделка должна быть взаимовыгодной. На услугах. Да, на услугах. То есть, если, например, вот, как с нами произошло, мы приехали, нас встретил негр, который выдавал нас за... Я был канадцем, то есть, я прихожу в китайский сад, но мой английский, как бы, да, мне позволяет общаться, ну, абсолютно свободно, они не отличат, канадец я там или кто, и, скажем, ему платят за меня, да, детский садик этому агенту 15 тысяч, то мне он платит 7500. Вот представьте, он половину моей зарплаты себе забирает. Плюс, получается, он говорит, ну, если ты жилье снимаешь, да, к примеру, я тебе его снимаю, ну, то есть, то, что в контракте прописано, но эквивалент это 1500 юаней. За 1500 юаней ты снимешь какую-нибудь комнату, да, но она будет ужасная, и, как правило, ну, где-то 1800-2000 можно что-то такое подобрать, знаешь, в месяц, за комнату будет, это даже не квартира, то есть, 1 юань 10 рублей. Ну, так вот, если прикинуть, приблизительно, там, курс варьируется, сейчас 9 с чем-то, не важно, так вот, тебе к этой сумме еще приходится своей зарплатой постоянно накидывать, то есть, вот таким образом вот это вот все происходит. А мы же приезжаем, мы ничего не знаем, что там, как там, и никто не может помочь, вот. Поэтому я никого не зазываю, никого не призываю, просто я всегда готов помочь, поскольку я считаю, то, что взаимокомощь вообще очень важна, и то, что мир должен вообще развиваться как-то в гармонии и во взаимовыгоде, а не в обмане. Хотел спросить, знаешь, еще о чем? Мы-то тут пытаемся развивать чайную культуру среди людей, которые с детства привыкли пить чай с лимоном, прикуску с бутербродом. Сами китайцы, они придерживаются вот этим чайным каноном, в каждой ли семье есть чайбань? И как китайцы вообще? Повсеместно ли вот эта церемония и питье чая? Ты знаешь, в каждой семье действительно есть чайная доска, это отрицать нельзя, но не всегда она проводится, вот скажем, с таким размахом, да? Когда ты вот поливаешь фигурку, когда ты останавливаешься, скажем, в ходе своих мыслей и так далее. То есть поэтому частенько китайцы прибегают, ну, скажем так, и мы, и все, и кому удобно, к некоторой сокращенной версии, да, чайной церемонии, она проводится, ну, вот, с помощью вот такого чайника, ну, элементарно, я думаю, все его видели. Сюда засыпается чай, просто заливается вода, потом нажимается кнопка и сюда чай сливается, соответственно. Это все очень быстро, без лишних заморочек, без фигурок и так далее. Ну, например, ну, скажем, я так не пью, то есть у меня все вот должно именно на чхапань устроено быть, для того, чтобы это имело смысл определенно. иначе можно просто обычной водички попить, которая, скажем, не так агрессивно действует на пищевод и так далее. Вот. Хорошо. У тебя, я заметил еще на чайной доске сегодня, мы, между прочим, проводим церемонию не на моей чайной доске, а на твоей, и еще две фигурки, которые требуют, мне кажется, представления. Два деревянных шарика. Дракон. Деревянный дракон и Будда, который, вот, знаешь, настроение меняет. Он тут, где-то, он тут веселый, тут у нас он полу веселый. Для чего они нужны? Как ты их используешь? Я их использую для массажа рук вообще, потому что в китайской медицине вообще руки считаются очень важным органом, то есть они заряжают определенные меридианы, продавливают все точки, которые как запускают пищеварение, так и работу мозга. Ну, это кто каждый хочет, может отдельно изучить, поскольку эта тема довольно обширная, я считаю. Вот. Ну, и вообще мне нравятся, знаешь, эти всякие традиционные прибамбасы, вот, в Китае. Я бы очень много фигурок сюда привез, но по мере возможностей потихоньку привожу. Вот. Писающий мальчик еще прикольный. У меня в коллекции появился, спасибо тебе за презент. Да, хорошо, хорошо. Ты хотел еще рассказать про разные виды чайной церемонии? Или можно? Не, можно, да, можно поговорить. То есть, что я имел в виду насчет разных видов чайной церемонии? Ну, например, есть клубная чайная церемония. К примеру, если человек не употребляет алкоголь, приходит в клуб, он может себе даже заказать чайную церемонию, посидеть спокойно чая попить, да? Но тут, мне кажется, момент зависит от того, кто чего хочет в этой чайной церемонии. Кто хочет, да, приятного разговора, кто хочет, скажем так, расслабиться, да? Ну, вот, тот же самый вид, это вот, я имею в виду с этим коротким чайником. Это же своего рода тоже чайная церемония. Но, само слово, эта церемония, она предполагает какой-то обряд, а обряд предполагает смысл. Правильно? Ну, вот. Соответственно, если ты бессмысленно что-то делаешь, то зачем? Ты приходишь только попить чай, наследиться чаю. Да, может быть. Именно так, в принципе. очень назначаю. Да. Хорошо. Расскажи, ну, пару слов для людей, которые до сих пор заваривают Липтон и Гринфельд у себя в чашке каждое утро. Почему им надо переходить на китайский чай или не нужно им переходить? Я вообще считаю то, что место, в котором родился человек, оно является местом его силы. Соответственно, может быть, не каждому по вкусу даже придется китайский чай, и не всем он подходит. Знаешь, например, кто-то пуэр нюхает, говорит, фу, что это за земля и так далее. Ну, как правило, девушки. Земля или рыба обычно? Да, да, да. То есть, как правило, девушки почему-то не очень воспринимают поэр, а вот ребята любят, а вот зеленые чаи, да, девушки действительно любят. Так, в общем, мое мнение о том, как бы уже сложилось давно, что человек должен пользоваться именно теми чаями и травами, которые произрастают в именно его ареале, скажем, рождения и обитания. Например, вот даже у нас в Крыму сколько замечательных чаев горных, трав, и которые... Я вообще хотел бы призвать к отказу от лекарственных всяких средств и прибеганию к травам, потому что вот я здесь тоже познакомился со многими травниками, они дают вообще бесценные как бы советы, и мне очень жаль то, что они потихоньку забываются, и молодые люди этим не увлекаются, поскольку травы все могут излечить, абсолютно все, любую болезнь. И, конечно же, изменение рациона питания. Я считаю то, что 99,9% болезней зависит именно от того, что мы едим как мы едим, поскольку множество продукции, которая изобретена на данный момент, она вообще не является природной и не сродни человеческому организму, и человеческий организм не знает, что с ней делать. Ну, так происходит много процессов, таких как инкапсуляция, например, попали чипсы. Что такое чипсы? Где человек видел, ну, к примеру, вообще чипсы в дикой природе, я имею в виду, почему это неестественно? Все эти ешки, которые... Вот один совет, и все, эту тему вообще закрыли. Если вы на пачке вот читаете, например, какой-то продукции шоколадки, неважно что, и не можете понять, что написано, что за химический вообще там ингредиент, вообще лучше не ешьте это. Вот, ничего хорошего оно не принесет. Это потому, что я считаю, вообще отдельная тема, она тоже очень большая и емкая, скажем так. Ну да, ну ешь-то, потому что вкусно, просто побеждает момент наслаждения над моментом полезности и желания окрепнуть. Тут даже видишь, мне кажется, момент какой-то наркомании определенной присутствует, потому что уже доказано, ну, определенными учеными, скажем, то, что мясо является наркотиком очень сильно. То есть, есть зависимость ко всему? прямая зависимость, то есть, вот даже от сладкого, да? Почему, кстати, зависимость от сладкого? Потому что, вот эта патогенная флора развивается именно в сладком, и она ее требует, она ее требует и хочет. Как ее, допустим, потихонечку убирать и избавляться? Полынь. Берете полынь, берете кофемолку, перетираете полынь, остается она мелкая пыль, да, скажем так, вот от полыни, и вы берете, вот допустим, ну, я не знаю, но я уже пол чайной ложки кушаю, ну, четверть, скажем, чайной ложки, на язык, две минутки подержать, потом проглотить. Потихоньку, потихоньку, и все паразиты вообще убиваются. Вот одной травой. Замечательная, великолепная трава вообще, которая, в принципе, любых наркотических зависимостей, чтобы человек понял свою внутреннюю суть, чтобы он раскрылся, чтобы он мог вообще действовать. потому что, знаешь, мы как в матрице живем, а она имеет только, ну, скажем, две сферы влияния на человека. Это еда и информация, собственно говоря. Вот. И если, допустим, поменять пищу, ты уже по-другому на мир смотришь. Если поменять поток входящей информации и быть самому транслятором, скажем, позитивной энергии и так далее, ты, соответственно, тоже на мир смотришь совсем по-другому, намного позитивнее и ты осознаешь в этот момент одну такую штуку, то, что ты сам себе не принадлежишь. Ты принадлежишь людям, как и каждый человек, вот согласись, да, ты делаешь чайные церемонии для людей, хотя ты и сам это любишь, но вовлекая других людей, ты тоже испытываешь определенную радость, скажем, просвещение и так далее. Или когда люди, например, чем-то болеют, а ты им просто, скажем, расписывая рацион и объясняешь, что к чему, радуешься тому, чтобы они выздоравливают и чувствуют себя лучше. Это же просто, ну, прекрасно, потому что каждый, я считаю, должен помогать друг другу от души и делиться знаниями. Это очень важно, на мой взгляд. Итак, каждый иероглиф в китайском языке состоит из черт. Черты, в свою очередь, образуют ключи, которых 216. Ну, в иероглифе чая мы четко можем определить именно три черты. Это, точнее, не черты, а три ключа. Это ключ первый, это ключ трава, трава, ключ человек и ключ дерева. Так вот, в чем вопрос? Андрюх, как считаешь, в чем вообще вот символический смысл именно в иероглифе чая таких ключей? Как тебе чувствуется? Читается как сверху вниз, сверху, или это как целый... Нет, нет, это целый иероглиф, который читается чха. 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 Чай. Да. Полное слово чхае. Чхае. Ие это лист, то есть чайный лист. Например, можно спросить, какой есть у вас чай, да, к примеру? Это иероглиф чая? Да, это иероглиф чая, который состоит из трех ключей. Трава, человек и дерево. То есть, я считаю, то, что на самом деле каждый по-своему это понимает, этот символизм. Вот. Вот какие мысли у тебя вот он наводит? Мой человек находится как в ключе, в центре всего. Угу. Дерево у меня символизируется с какой-то мудростью, с ростом, с развитием. Трава символизируется в будущем с напитком. Вообще, травы у меня ассоциируются с чем-то, что дает природа что человеку может послужить в помощь, это либо цветы, которые либо радуют глаз, либо аромат, либо трава, бывает, которую заваривают. Поэтому у меня как будто какой-то мудрый напиток, который, собираясь с дерева, делает человек. И делает человека, может быть, сильнее, мудрее. Супер, очень хорошую дефиницию дал. Причем, чай ведь заваривают листы, а где-то, например, заваривают, скажем, даже вот у нас возьмем кору, то есть дерево осины, сосны и так далее. Поэтому действительно иероглиф такой насыщенный смыслом, правда? Хотя казалось бы, абсолютно простой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok